у садгуру спросили как быть одному но не быть одиноким я не знаю что он ответил к сожалению не смотрел но обещаю пересмотреть для того чтобы не сбивать свою идею постарался надо этим подумать не знаю может быть вам не понравится то что я скажу но человек не может быть один не может быть один человек всегда с богом он может быть с богом одиночество это путь познания бога как там в песне поется без хлеба в руках то есть в проголодь без единой звезды то есть в одиночестве без людей но ради бога вечно один но бесконечно влюблен это как раз и говорит о том как человек может быть не одинокий всегда нет мы не одинокие если у нас есть вера если у нас есть любовь если у нас есть бог в середине или в душе нашей как человек может быть одинок если у него есть бог не может он может с ним общаться он может рассчитывать на него ощущать его как своего друга спасибо борису борисовичу гребенщиков у человеку и пароходу невероятному буддисту и бхагавадгидисту и гайатристу и там так далее гитаристу великолепный мудрый человек спасибо ему за эту песню почему мы ссоримся с близкими это задали вопрос тому бордатому человеку я тоже не знаю что он ответил хочу вам сказать почему я в том что они хотят чтобы мы к ним относились хорошо они хотят наши любви поэтому когда муж с вытарочными глазами хочет хватит и курица не можешь пожрать приготовить вы не должны обижаться вы должны знать он вот в такой извращенной форме хочет тепла и он соскучился по вам да вот так и его необходимо погладить поэтому говорите домой любимый домой хороший да я тебя тоже люблю после этого когда он ляжет сядьте и гладьте ему ногу и говорит ты мой зайчик ты мой хороший чё такой нервный можете вот так делать он орет вы на ты моё солнышко я тебя тоже люблю отпускает вообще всех абсолютно конечно же они требуют нашей любви но мы этого не понимаем а нужно проявлять эту любовь но делать это не в виде посылая любовь как бы ничего не делая при этом а проявлять любовь то есть там ножки помассажировать человеку посидеть рядом у нас в украине есть очень хорошая пословица хибоматы выновато суды ты на дурновато то есть ничего страшного по русски звучит так мама же не виновата что ребенок идет то есть когда рядом находится такой человек ну воспитание мораль тяжелая работа гормоны все это накладывает отпечаток вспомнил почему-то я сейчас николая чернова черникова ну и хочу сказать что может гормоны еще действуют или может просто плохая карма ну и конечно же рядом жить с таким человеком сложно но мы-то добровольно хотели жить с этим человеком ну и можно запхнуть свои чувства себе там куда-нибудь и после этого просто погладить люди мне не верят обычно но я могу сказать наверняка прямо не на сто процентов она тысячу запятая и тысячу процентов что вот работает это сто процентов тысячу процентов просто не могут себя переселить почему эгоизм ощущение собственной значимости ощущение собственного какого-то особенности какой-то и так далее мешает человеку легче обидится легче быть в контрах легче там ненавидеть